Анастасия Жемайтуг историей своей малой родины заинтересовалась еще в первом классе. Она хорошо учится, уважает старших и бесконечно влюблена в место, где родилась. А в последние годы активно развивает свои знания в области пионерии. Пионер – это человек, который очень любит свою страну. Мы все являемся патриотами, и пионера может быть ответственный, надежный друг, человек, который всегда готов помочь другому человеку. И мне кажется, что пионеры – это именно те люди, которые должны помогать своими. И это очень нравится мне, и я считаю, что пионеры – это очень хорошее занятие. Квиз – это новая форма организованного досуга для пионеров, так называемая викторина в современном облике. Ребятам предстояло пройти шесть этапов самой различной направленности. Здесь и музыкальные вопросы, и задания в картинках, и задачи на логику. Тема одна – история белорусской государственности и деятельность пионерского движения. Логика у них просто зашкаливает. Проводя вот этот квиз, мы заметили, что ребята очень подкованы, начитаны. В общем, большие молодцы, и я думаю, у нас будут высокие результаты. Но мы ждем победу на республике. Игра «Пионерский квиз» – это возможность не только увлекательно провести время, расширить свой кругозор, а также и отличный шанс проявить лидерский дух и в командной победе прославить свою малую родину. На Гродненщине у нас сейчас около 80 тысяч пионеров и октябрят. И приятно, отрадно осознавать то, что Гродненский регион с любого мероприятия республиканского масштаба возвращается всегда в тройки призеров. Поэтому мы держим планку. Ребята наши очень активные, очень социальные, очень креативные. Ну и я могу с уверенностью сказать, что наши пионеры и октябряты – это патриоты. По результатам игры победителем стала команда «Эрудиты» средней школы номер 3 из Ашмян. Право представлять Гродненщину на заключительном этапе игры «Пионерский квиз» получили и еще две самые эрудированные команды. Занявшая второе место пионерская дружина из города Свислочь и команда гимназии номер один имени Ефима Карского города Гродно. Финал интеллектуально-развлекательной игры уже скоро. Он пройдет в столице 13 февраля. Лена Молчанова, Алла Внучко, Гаджан Батыржанов. Новости Гродно+.